всем привет дорогими подписчики и гости моего канала вы на канале нефрит 987 с вами лицемер лунатик фанатик еретик а проще нефрит и сегодня мы продолжаем прохождение баях азар 2 оригинальных японскую версию резидент сейчас я сделал резидента и как вы видели уже надпись наверно чутка с другим так как они как они ребят субтитры не субтитры эти надписи а мы не забываем ставить люба те кто не подписался на мой канал обязательно подписываться но и конечно же оставлять ваш комментарий по данным видео а также вступайте в две наши группы тпк 59 и наши девяностые также может со мной связаться все ссылки есть в шляпе канала но мы они территория зла 2 так где был он здесь наверно склад лиона лиона я здесь что-то делал а точно я же там кэдди ходил заеду побегу знаете это выложим для хмур даже не знаю что взять 1000 все как-то это везде чего-то мне не хватает это ощущение мы идем 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 на кстати наливать и кофе очек чайчик мы будем бегать дальше тоже как всегда с кофейком так что у нас у нас тут пуфи андрей точно но этому видать европейский версию то что вода темная было это точно этот я запомнил хорошо ну пси на вас псины я сказал же не буду красную травку брать патроны они еще раз такс куда на все забываю уже начну давно не проходил просто эту часть потом же еще буду проходить сценарий п за клэр полностью пройду весь этот резидент его поехали то бишь так сликер я слышу ты верху или внизу сейчас и сюда кацана у меня пушка там база арсенал закрытый на электронную зуму если устройство без считывания карты так окей нет ничего нельзя а значит сюда так я не помню где зомбаки будут или литеры тоже включить участком вот так зомбаки лежат ща будет весело по ходу дела так кто патроны были раньше ну чё я здесь мне патронов не даду да ну нет ну это ребят еще здесь карточка мне патроны какие-то не дают давайте мы даемся просто смутаться побыстрее нахрен не хочу патроны тратить столько зомбаков завалить надо хотя мог бы потратить так устройство считываем карту карту еще бы поставить все отлично но все задел оружейку но потом рабоша он пистолетные немного уже по-другому написано и прям вообще радость так здесь есть узи и а сейчас надо подумать если я за клэра буду проходить мне это может пригодиться тем более за нее еще о то есть мнение я ничего не беру я ничего не хочу брать как мне не взять-то ничего я не хочу ничего брать нет фух слава богу я не взял главный патроны взял и сегодня патронов пока хватит возвращаемся полицейский участок с вами вверх так отлично по моему спрей ой нету патрон для рабаша крутяк он и магнум лежит на месте и десерт пиголь мой дневник сторожа 11 августа мне довелось увидеть голубое небо впервые за прошедшие годы но это не помогло мне избавиться от хандры шеф отчитывал меня за пренебрежание служебными обязанностей когда я был на вершине часовой башни единственное что я до сих пор не могу понять шеф сказал был казалось был больше озабочен тем что я забрался на башню а не тем что оставил свой пост да и вообще зачем кому-то понадобилось запрещать доступ на башню читать тут неудобно шрифт неприятный 5 сентября я недавно разоговорился со стариком что работает на мусорный свалки его зовут томаса довольно тихий кажется очень любит шахматы он даже для дверей на своей свалке сделал особые замки и ключи в виде шахматных фигур мы договорились с ним сыграть партию в шахматы завтра вечера интересно сколько он хороший единственное что меня беспокоит так это что он вечно чешется что это кожная болезнь или просто невоспитанность 9 сентября томас оказался куда лучшим игроком чем я мог представить предположить раньше я считал себя хорошим шахматистом но раз правился со мной в два счета пожалуй единственное что может сравниться с его мастерством так это не уме не уме не умность его оппонента за время аппетита неуемность его аппетита за время игры он только и говорил что о еде на вид он был вполне здоров только что-то в нем казалось не очень мне очень странно интересно все ли с ним в порядке 12 сентября сегодня у нас томасом должна была состояться еще одна партия но нам пришлось ее отменить из-за его плохого самочувствия он заглянул ко мне но я отправил его домой отдыхать потому что выглядел он словно ходящий мучрец хотя он утверждал что чувствовал себя нормально но с первого взгляда было видно что у него реальные проблемы если подумать в последнее время я и стал сам чувствовать себя неважно как он не в первой части на тоже чего когда мутировал чешется чешется вкусно вкусно сажал свое тоже оппонент так что мы патронами подзатарились это уже очень хорошо у нас как говорится немаловажно иметь патроны федя там таки лежит наш блин чай тут застрял федька федька валяется хорошо и на отмечали ведь и прибытие леона полицейский участок 1 рабочий день все набухались вот и считается по всему этому здание рпд пухи леонитесь рождества вниматься да выкинуть его очень бесполезен но по-другому немного описание идет другой чуток чутка перевозит да кстати заметьте как пол блестит графон до чутка здесь лучше чем оригинальный все-таки так а здесь что-то были патроны полная неразбериха чё так долго лежать нету патронов бляха муха везде было так сейчас помню мы вот это первое поджечье чё не смысла эй факель начали на эту штуку зажать все теперь нам надо это не попаньки тут по-другому так у нас и тринадцатый теперь одиннадцатый а тут по-другому 12 11 13 все-таки отличается чутка японка да ничто вот вот и пленку мы нашли пусть будет так сейчас ходим еще пленку туда проявим на ребята нам же интересно что на этой пленке по крайней мере мне уже интересно что-то по-другому тут будет там все равно надо комната сохранения я кое-что взял да ребят беготни в резин всегда хватало ну за это по-моему мне эта игра и нравилась бегать расследовать вдумываться так мы ходим вот здесь можем здесь проходить тишина такая вот записка может как громко топает он боже как это это мелодия давайте проявим пленку сразу же как нет смысла да блин пленка б снята перед пор портным а рука а рукаса превратился в зомби в течение двух часов субъект постоянно жаловался на сильный зуд кожи и тошнота эти ощущения у него продолжались вплоть до самой сам до самой потери сознания снята это р ломбард вот мы еще нашли эту пленку интересно что-то я не помню эту ее такую Так, здесь пойти или пойти там? Где будет быстрее-то? Так, знаю, развернем быстрее. Хотя она все равно вот туда... Ааа, точно, туда здесь, Леша здесь пошел, что пленка проявлять. А так я пленку не проходил проявлять, а поднимался по лесенке в главном холле. Блин, это музыка. Она в третьей части будет меня пугать больше. Кто-то в третьей части узнает дни месяца, и вот эта музыка чаще всего при дни месяце, по-моему, играет. Андрей, кстати, вот ты проходил, я смотрел, ты бегал. А пятый, если ты меня смотришь сейчас, да. Привет, вот этого у тебя не было, вот это какой-то банки красной этой. Я специально твое прохождение еще разок посмотрел. Тут бутылки, бутылок некоторых не было. Видишь, в европейской более культурной. В японской тут алкаши какие-то были. Теперь вы понимаете, зачем я окна заделал. Но одни, видите, они открыли. Нет, я его как-то не заделал. Они их открыли. Ну, не открыли, а пролезли, имеется в виду. Вот мы на третьем этаже здания РПД. Интересно, тут будет такая же написка, да. Ну, дальше я сейчас запущу механизм. Что, неправильное место? Ну ладно. Похоже, надо переключать. Да. Вот здесь будет написано, когда я шахну фигуру нажму. Старый пыльный сток. Хотите спрыгнуть вниз? А у меня было написано здесь, в одной из версий, на Соньке, старый порох еще стреляет. Да, нет. Знаете, как-то было интересно прыгать. Нет! Убирайся! Хм. Вот тоже есть такое. Бену какую-то хрень. Вроде засунули. Походу дело в нем чужой. Бен! Ты меня слышишь? Ну же, ответь мне! Черт! Поверить не могу. Мне почти удалось выяснить. Бен! Злая ирония. Шеф полиции. Шеф полиции. Он их сообщник. Доберись до этого подонка. Заставь его заплатить за это. Держись, Бен! Моя грудь! Она горит! Что с ней? боже мой что это было копия письма шефа мрайану айронс у шефа полиции ракун сити наша лаборатория в особняке была уничтожена предателем альбертом вескером к счастью его действия не оказали существенного влияния на ход исследований вот он как раз про войскера знаем кстати вот в этой записке когда читал не не было упомянуто правил этого скер который мне другой был перевод но на соки которые единственные угрозы нам остаются оставшиеся сотрудники отдела stars redfield валентайн бартон чем бирс и в векерс если выяснится что у них есть против нас какие-либо векерс а это этот бред но об этом уж потеряли нас какие-либо улики немедленно избавиться от них но только так чтобы это выглядело как несчастный случай продолжайте следить за ходом их расследования и постарайтесь избежать любой огласки аннет все так же будет нашим связным в ходе этого дела вильям биркин брайану айрнс у шефа полиции ракун сити в качестве оплаты ваших услуг за прошедший период я перевел на счет 10000 долларов как мы и договаривались разработка вируса g почти окончена когда мы вся работа будет сделано я уверен что меня примут в совет директоров корпорации нам необходимое действовать крайне осторожно редфилд и остальные сотрудники stars все еще пытается добыть информацию о проекте продолжайте следить за ними и блокируйте все их попытки проникнуть в подземный исследовательский комплекс бильям биркин брайану айрнс у шефа полиции ракун сити у нас проблема мне стало известно что директор директорат корпорации направил в ракун сити шпионов чтобы выкрасть результаты моих исследований вируса g не и неизвестно сколько всего этих шпионов однако я не могу позволить чтобы у меня так просто украли работу тщательно обыщите весь город и задержите всех подозрительных людей под любым подходящими предлогами сообщайте о нет каждом таком задержано задержано надеюсь эта мера преследователь предосторожности поможет мне я никому не позволю украсть мои исследования по суджей никому даже самой корпорации бильям биркин ада ты куда на химический завод похоже там я смогу найти джона ада подожди ты слышишь меня у нас теперь есть доступ к задней части парковки поняла я направляюсь канализация встретимся там я уже в пути нелепая смерть да нелепая капец чуваку чувака разорвала на части вчера только смотрел в чужие чужой 3 сегодня на чужой 4 кстати ребят можете на канале у меня еще посмотреть мне есть олен колониал моральность но типа это колония колонизация морпехов прохождите проходил игру типа это взаимосвязано очень сильно чужие также можете на моем канале посмотреть думаю вам понравится так сама идем сюда вначале ибо нам надо бы взять да ребят я иду на битву магнуме оставлю потому что он очень возможно пригодится разборках моих еще справится с нашим дробовичку с нашим а игл пускай лежит да уже пример а 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 Стоять! Так, все-таки добралась одна пабла для меня. Еще одна. Зажрут ведь? Вот не сошелся. Отвяжитесь от меня, суки. Ох, да. А, надо повернуться. Ну а то мы забудем какую-то хрень. Ой, выходим быстрей. Ох, да. Убегать вот так это очень безрассудно и глупо. Эти зомби повсюду. Не говоря уже о той твари, что убила Бена. Я была там, Леон. И я знаю. А, да, послушай. Я офицер полиции. Моя работа приглядывать за тобой. Но мы не выберемся отсюда живыми, если не будем действовать сообща. Ладно. Будь по-твоему. Пока что. Пока что. Вот именно что. Пока что. Музыка опять играет. Приятная. Зачем я ее взять не могу. Факт смотрителю канализации. Перевозчик химикатов Дон Вейлер. Эти химикаты очень летучие, поэтому требуется повышенная осторожность. 6 и 16 числа каждого месяца системой будет пользоваться шеф полиции Брайан Айрон, чтобы посещать обычные собрания в лаборатории. Каждую четвертую, пятницу, каждый нечетный месяц системой будет пользоваться Вильям Биркл. Чтобы проводить семинары для Чикагского отделения корпорациям брала в виду риска покушения на жизнь доктора Биркина, от нас требуется предпринять повышенные меры безопасности. Вы будете оповещены обо всех других лицах, которым будет разрешен доступ к системе и о возможных днях их посещений. Проводите указанных лиц к требуемым местам, будьте вежливыми и внимательными. Чарльз Колумен, главный секретарь корпорации Умбрэлла. Спасибо, понятно. Пошки-то двигают так, потому что мы можем это двигать. Да, я помню. Кто как-то когда первый раз проходил, не отбегал. О, патрошки лежат. Патроны для Магнома. Это есть бут. Где-то еще патроны для Драбаша. Так, надо еще поджечь вот эту штуку. Патроны для Драбаша. Да. Отлично, если сюда мы выйдем. А, здесь нету меры, да? Все, понял. Я кое-что перепутал, пардон. Давайте подхпэшемся уже на полную. Возьмем нужные нам вещи. Возьмем ненужную, а возьмем ненужную. Ой, еще кое-что забыл взять. Ну, травку, возьму. Ой, красную, надо выложить. Тую травку. Вы потом поймете, для чего я вентиль взял. Я все время его чаще забывал, но сейчас я как-то про него не забыл. То бы опять было бы гемора лишнего, лишняя беготня. Леон, та женщина, мне нужно поговорить с ней. А, на Лене кофе, да? Он потерял сознание от шока при ранении. Рана кажется не смертельной. Пойду, кофе. Леня, отдыхай. Ой, кофе, Андрей бегает, слышно. Так, быстрее, тараканы эти странные. Ой, слава богу, успел свалить. Не двигаться. Ты вместе с этим копом, если я все правильно поняла. Назови себя. Ада. Ада Вонг. Ада Вонг. Я слышала это имя раньше. Теперь я вспомнила. Тот человек из Чикаго, который прибыл помогать с Т-вирусом, использовал имя своей девушки в качестве пароля. Ада и Джон, я полагаю. Ну, как в первой части было. Откуда ты знаешь? Кто ты такая? Аннет Биркин. Мой муж ответственен за создание Т-вируса. Его имя Вильям Биркин. Что? Джон мертв. Он стал одним из этих зомби. Мои соболезнования. Хоть я и сожалею об этом, но ты скоро к нему присоединишься. Я не позволю никому забрать у меня Джи-вирус. Джи-вирус? Он может способствовать созданию совершенного биооружия. И его потенциал значительно колоссальней, чем у Ти-вируса. Значит, то существо в полицейском участке? Именно. Мой муж Вильям. И это все из-за Умбрелы. Ничего этого не произошло бы, если бы они не пытались украсть его исследование. Сюда. Он просто совершенство. Мой великолепный Джи-вирус. Никто не заберет его у меня. Неплохой перевод вообще. Все описывают. А вот и он. Ну что ж, вы все-таки нашли меня. Доктор, мы здесь для того, чтобы забрать образец Джи-вирус. Но я не отдам вам так просто работу всей моей... Стой, за звук тормоза, заденешь образец. Вот так. Хорошо, выдвигаемся. Бильям. О боже. Держись, дорогой. Я позабочусь о ранениях. Просто будь здесь. Команда Альфа, вы запаутили образец. Так точно. Будем на месте встречи через одну минуту. Вас понял. Ты хочешь сказать, что он вот так взял и ввел Джи-вирус в свое тело? Джи-вирус обладает свойством восстанавливать клеточные функции. Что это было? Что-то не так. Надо проверить. Сюда! Получил урон! Нужно остановить его! Что это же тварь? Нееет! Быстрее! Фу, здесь наоборот звук вперед идет. Видео запознает. Ну, не знаю, что это за тварь. Огонь! Огонь! Так, вначале он валит импал. Получается, что крысы были носителями вируса? В результате такой трансформации, Вильям потерял память о том периоде, когда был человеком. И что еще хуже, Джи-вирус дал ему возможность стендрять эмбрионы в другие живые организмы. И создавать потомство. Нет! Очень жаль. Здесь видел, как-то немножко урезано было. По-другому немного шло, как вы заметили, наверное. Видео ставка. В Биркинг более красиво это прорисовано. Ну, по крайней мере, я так заметил. Описание с оригиналом. В СССР европейской. Отличие я заметил уже. Но озвучка хорошая. Переводит хорошо. Понимаешь уже, в чем проблема. Ада? Ну, тут рупешники лежат. Че, патронов нету что ли у нас? Ого. Ооо. Это есть гуд. Че, один, что ли? Два их. Все же. Ах, блин, я хотел завалить. Я их завалю. Эти пуфиандрии хотели меня очень сильно покалечить. Мы им сейчас дадим люля. Минус один. Ну-ка, побежал. Стоп, пастельный. Есть. Оббоев пуфиандри чею делал. Не успели меня травануть, козлинки. Для чего я и брал винтик. Минус один. если еще одну возьму бляха-моха будет беда мы сделаем мегаляп и 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 остаемся уходить уходим уходим наступит временно почище бьётся родная в ekstady пылая димник смотрителя канонизации мне удалось увидеться с доном и поговорить с ним после работы. Он сказал мне, что все это время провалялся в постели с какой-то жуткой болезни В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, сколько он уже у нас работает. Он весь обливался потом и чесался, словно прокаженный. Все то время, что мы с ним говорили, я спросил его, не чувствует ли он жар. Но он только странно посмотрел на меня. Да что с ним такое вообще? 7 июля. Последнее время шеф Айранс все чаще посещает лабораторию, не зная, что он там делает, но раз от раза он выглядит все более угрюмо. Вчера выражение лица было еще и крайне встревоженное, полагая дело в невыполнимых требованиях мистера Биркина. Несмотря ни на что, мне жаль шефа, он многое сделал для города и не заслужил всего того, что на него свалилось сейчас. 28 июля. Мне редко удается выпить, потому что я работаю в ночную смену. Впрочем, жаловаться мне особо не нужно, ведь в конце концов этим я зарабатываю себе на жизнь. 16 августа. Сегодня шеф Айранс пришел к полжи обычного и выглядел темнее ночи. Я попытался взбодрить его шутками, но это только еще больше разозлило его. Он выхотил пистолет и ткнул ему под нос. Мне едва удалось угомонить его. У этого парня явно проблемы с психикой. Впрочем, он точно знает, что ему не войти в лабораторию без моей помощи и медали. Интересно, это в его понимании означает служить и защищать. 21 августа. Вильям сказал мне, что полиция и пресса начали расследование дела Брелла. По его словам, расследование затронет весь город и вполне возможно, что ищеки доберутся даже до канализации. И он попросил меня пристановить все работы в канализации до завершения расследования. Канализация по-прежнему будет использоваться для прохода, но он настоял, чтобы я был предельно осторожным и пригрозил, что я потеряю работу, если кому-нибудь станет известно о том, что тут происходит. Да, ребят, теперь мы знаем про Аннет и про Вильям Биркиных. Теперь мы знаем, какой монстр бродит. Могли, конечно, длинным путем пойти, также вниз, обойти, как я пришел, но это дольше, чем нам это надо. Ну, тараканы уползли. Давай, ребятчик, че не стреливаешь? Приседа стреляй. Ой, он промахнулся. Вот я знаю, что живо еще. Сейчас мне уже патронов не жалко. Теперь могу не жалеть. По Фиандре все, я подстрелил тут. Мешаться нам не будет. Мешаться нам не будет. Поехали! Мешаться длинной водой. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 вот ружье ремингтон м1100 полуавтоматическое ружье дробь из удлиненного ствола летит более кучно вот и туда же посмотрите как описано хорошо прям вообще нравится такой перевод где полностью все дословно прямо писан лишнее выкладываю сейчас мы идем сохраняемся ибо ребят на сегодня сегодня это будет всем ребят спасибо за просмотр вы были на канале никто это 908 7 с вами был нев не забываем ставить любите это не подписаться на мой канал и подписываться на конечно оставлять ваши комментарии по данным видео и всем до новых встреч пока пока let's rock